Доброе утро, уважаемые трейдеры! И как вы уже смогли спрогнозировать, сегодня с вами снова я, Роман. И сегодня мы продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Финансовый рынок замер в ожидании заседания Федеральной резервной системы США. Уже сегодня в 20.00 по летне-восточноевропейскому времени мы увидим решение Федрезерва по процентной ставке и услышим комментарии по кредитно-денежной политике. Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердит, что текущая мягкая денежная кредитная политика останется в силе в течение длительного периода и отклонит любые предложения о сокращении покупок облигаций. Кроме этого, инвесторы будут ждать комментарии председателя относительно возможных расходов на стимулирование экономики. По прогнозам также ожидается, что процентная ставка останется на уровне 0,25%. В случае подтверждения ожиданий после заседания, вероятно, мы увидим продолжение движения всех текущих трендов. Европейские фондовые рынки открываются в среду с небольшим повышением на фоне ожидания заседания ФРС. Ряд европейских компаний опубликовали квартальные отчеты о прибыли, которые показали положительную динамику. Deutsche Bank показал лучшую квартальную прибыль с первого квартала 2014 года. Банковская группа Lloyds также сообщила о хороших квартальных результатах с прибылью после уплаты налогов в размере 1,4 млрд фунтов стерлингов. Фьючерсный контракт индекса DAX 30 растет в начале сегодняшней торговой сессии, как и индекс FTSE 100. Что касается данных по Европе, то исследование настроений потребителей, проведенное в Германии ГФК, разочаровало, упав до минус 8,8 пункта, что отражает новый общенациональный режим ограничений для сдерживания пандемии. Данный индекс является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Банк Японии ночью опубликовал статистику по розничным продажам за март, которые выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале розничные продажи упали на 1,5%. Несмотря на позитивную динамику, японская иена немного скорректировалась по отношению к доллару США, но на текущий момент продолжает падение ввиду напряженной экономической ситуации в стране. И в первую очередь вызваны, конечно же, пандемии. На повестке экономического календаря ждем статистику по Канаде. А именно розничные продажи за февраль, которые отражают состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Да, канадский доллар в последнее время поддерживается относительно высокими ценами на нефть. Их публикация отчета по недельному изменению запасов нефти от Управления энергетической информацией Минэнерго США может поддержать тенденцию к укреплению канадца. Во вторник поздно вечером комитет ОПЕК-плюс согласился увеличить добычу нефти, как планировалось ранее. С мая на фоне растущей уверенности в том, что в этом году произойдет значительный рост спроса, даже несмотря на рост числа случаев коронавируса в таких странах, как Индия. Ну и что касается золота, напряженность в мире немного спала после саммита по климату, организованного по инициативе США, но аппетит участников рынка к риску понемногу восстанавливается. Котировки большинства воскодоходных и рисковых активов стабилизировались или вернулись к умеренному росту. Глобальные же риски никуда не делись, друзья. Кроме того, индекс доллара DXI так и не смог преодолеть важный для него рубеж 94. Более того, он провалился ниже 91. На фоне уверенности инвесторов в том, что ФРС США в обозримом будущем не планирует ужесточение денежно-кредитной политики, а администрация Байдена периодически готовит новые пакеты мер по стимулированию экономики, золото имеет неплохой шанс продолжить новый импульс роста, начавшийся после выхода вверх на диапазоне 1677-1760 в середине апреля. Неделя началась с новых рекордов. Оптимизма среди инвесторов хватило, чтобы индекс S&P 500 и индекс NASDAQ покорили свои исторические вершины и обновили свои исторические максимумы. Например, по индексу S&P 500 абсолютный максимум был обновлен на 0,02 пункта. Согласитесь, неплохо. Если индекс S&P 500 и Dow Jones в последнее время приписывали свои максимумы достаточно регулярно, их перепрыгивали, то индекс NASDAQ обновил эти важные показатели впервые с февраля месяца. И это уже очень вдохновляюще, друзья. Вполне возможно, что рост американских индексов продолжится, так как Alphabet, Texas Instruments, последние публикации квартальных отчетов крупных американских компаний, таких как, собственно, вышесказанных, показывают рост прибыли выше прогнозов. Ну и набирающий обороты сезон отчетности демонстрирует силу бизнеса и беспокойство ни у кого не вызывает. Это значит, что когда экономика начнет восстанавливаться, то дела у бизнеса будут идти еще лучше. Ну а на этом у нас все. Хорошей недели, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всего доброго.